Продолжение следует... В кремлевских палатах на протяжении многих веков жили великие князья и цари, правители России. В честь их предка, великого князя Ярослава Мудрого, и назван древний русский город Ярославль. На гербе города – медведь, которого по преданию поборол князь Ярослав. А еще в этом городе почти 300 лет назад знаменитый актер Федор Волков основал самый первый русский театр. Ярославцы делают удивительные изразцы, которые украшают церкви и дома. Здесь рисовали народный лубок, забавные истории в картинках. И, конечно же, здесь можно услышать много веселых сказок. Каждая из них, как драгоценный камень-самоцвет. Жили-были три брата. Два еще ничего, а третий – Иван дурак. Что не сделает – все не так. Гляньте-ка, Ваня и козу-то не пасет, а плясать учит. Видишь, она стройная стала, чисто балерина. Жили братья, не тужили, да деньги в дому кончились. Вот братья и решили козу продать. Че с нее толку-то? Ни молока, ни мяса. Иван, Иван, Иван. И послали дурака на ярмарку. Жалко, Ваня, козу. Да что поделаешь. Вот идет он лесом и слышит – скрипит что-то. А это елка старая. Ветер как подует, она и заскрипит. По что елка скрипит, думает дурак? Уж не торгует ли мою козу? Ну уж, коли хочешь покупать, так покупай. Я не прочь продать. Коза 200 рублев стоит. Меньше никак нельзя. Вылай-ка деньги. А елка все скрипит. А дураку кажется, что она отсрочки просит. Ладно, подожду до завтра. Привязал козу к елке, распрощался и пошел домой. Ну что, продал козу? Продал. За дорого? За… ой, 200 рублев. Да ну, деньги-то покажешь. Еще не получал. Сказано, завтра приходить. Эх ты, простота. А кому продал-то? Елки в лесу. А что? А в той елке дупло было. А в том дупле-то разбойники золото прятали. Где же это слыхано дереву козу торговать? Да оно сроду денег не имеет. Вот что, дурак. Иди обратно и без козы не возвращайся. Эй, елка, ты или деньги, или козу назад давай. Я до завтра ждать не могу. Ну, ты будешь меня с завтраками подчивать, то с тебя вовсе не получишь. Я шутить не люблю. Ну вот, совсем другое дело. А то завтра, завтра. Где же ты, дурак, столько золота добыл? Елка за козу отдала. Да ну, тогда давай делиться. Мы же братья. Братские поделим. Хорошо разделили. По-честному. Ивану, как он дурак, достался целый пятак. А он и доволен. И того сроду не было. С этим пятаком отправили братья Ивана в город на заработки. Нечего дома-то безделить. Нанял его в работники один барин. Вот что, Иван, дверь не бросай. Стерегись, чтобы в фор не залез. И собачку мою покорми хорошенько. Да гляди за ней. Ворон не считай. Ну что, подерживать хочешь? Сейчас. Одна, две, три. И почему их считать нельзя? Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. О, еще и дверь стеречь надо. А эта куда девалась? Мочка, Мочка. Сбежал, что ли? Да, ну я ввязался. Два тела за раз. Дверь не бросай. Собачку кормил. Ворон не считай. И пошел Иванушка собачку искать. Опять в лес пришел. Вдруг видит яма. А в яме медведь. Здравствуй, Миша. Здорово, Иван. Ты что тут делаешь? Чего-чего. Видишь, в яму упал. Вытащи меня, Ваня. А я тебе службу сослужу. Нагнул Иван елочку молодую да упругую прямо в яму. Отпускай. А ты что с дверью в лесу делаешь? Рассказал ему Иванушка, что с ним случилось. Хе-хе-хе-хе. Какой ты дурачок. Вот я тебя за это съем. Не бой шучу. Хе-хе. Вот что. Служай, коли обещал. Ты тут дверь постереги. А я пойду собачку искать. Не то барыня мне задаст. Мишка. О, и я с тобой. Мишка. 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 Ну и глупый же ты, Иван. А ты умный? Я то. Ну да. Не знаю. Я не знаю. А ты злой? Нет. А зачем? А по мне, кто зол, тот и глуп. Вот я тоже не злой. Стало быть, оба мы с тобой не дураки будем. Ишь ты, как вывел-то. Ой, что же ты. Не твоя ли? Не знаю. Кто их маленьких разберет? Надо спросить. Моя вроде есть хотела. Э, хочешь есть? Ну, значит, это и есть моя. Теперь я понесу ее в город, а ты, Миша, тащи-ка дверь. А то у меня, видишь, руки-то заняты. А хозяева скучают по собачке. А дверь куда девал? Сейчас. Вот она. Бежим! Вот, смотри, медведь! Вот, смотри, медведь! Ну ты, Вань, бывай. Я назад в лес пойду. Шумно тут не люблю я. Если надо что, зови. Хозяева рады, что все обошлось. Но Ване от места отказали. Мы сердиться на Иван. И ты, дурак, откуда пришел? Эх, жизнь не удалась. И что теперь делать? А тут вдруг генерал. Царский указ! Кто царевну рассмешит, тому кафтан весь золотом расшит. И полцарства к тому же. И быть ему царевным мужем. Вот случай подходящий. Пятачок-то и пригодился. Купил Иван новую балалайку. И пошел во дворец царевну смешить. А там очередища. Женихов штук тысяча. Всех мастей, всех областей. Коза, ты чья? А Ваня в очереди стоит, сплетни слушает. Совут ее Ирина. Толста, как перина. Она у них красавица. Так рвет, что собаки лаются и лошади берегаются. Ой, да. Царевна столько нарвела, что весь дворец плесень одолела. Баба, Вань! А ты зачем здесь? Тут глянь, какие люди. Банкиры да министры, да звезды столичные. Все люди приличные. Не тебе, Чита. И куда тебе простофили с балалайкой-то? С уконным рылом, да в калашныре. Крауул! Ох ты! Здорово, Ваня. А, Мишка, здравствуй. Не узнал, богатым будешь. О, полюс ушастал. Твоя, что ли? Ой, ты ж моя родненькая. Нашлась. Ты прости, что продал тебя. Ой, спасибо, Мишенька. Ура, жива. Пошли все вон. Что за шум? Кто такой? Я-то Иван-дурак. Он дурак. Сам себя дураком обзывает. А чего плачешь, да сказать целуешься. Да вот тут штука какая приключилась. И стал ей Иван рассказывать про свое житье. Слышь, ты, а правду говорят, что царевну зовут Ирина? Да. И толстая Ирина, как перина. Что? Да я и есть, царевна. Ты не врешь. Ты вон она какая веселая. А так говорят, кислая, как квашеная капуста. А я говорю, я она и есть. Вань, глянь, точно она. Ой, царь. Простите ваше величество. Это я случайно не знал. Ой, как худо вышло-то. Папа, он снежной. За него хочу. Не вели казнить. Какой казнить? Жениться. Да куда мне? Не перечить государю. Горько! 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 Смешно скорчит, и опять порядок. Так что сидит наш Ваня Во дворце, при важном При лице. Как в воскресенье царь на дачу уезжает, Он его корону надевает И государством управляет. Тут и сказочке конец. А кто служил, Молодец!